Французов призвали тщательнее соблюдать правила локдауна для того, чтобы спасти рождественские каникулы. Страна сейчас находится в режиме общей изоляции и впервые с начала второй волны здесь зафиксирован устойчивый спад скорости распространения вируса. Но при этом пик нагрузки на больничную систему считают власти. Все это впереди. Репортаж нашего собственного корреспондента во Франции Алисы Здыковой. Минус 16% новых случаев в ковид за неделю. Это значительный успех, но ни в коем случае не повод расслабляться. Пик заболеваемости пройден, но его давление на систему здравоохранения, как правило, приходит с недельным опозданием. Уже сейчас во Франции 95% коек в реанимациях заняты пациентами с коронавирусной инфекцией. Страна разворачивает дополнительные медицинские мощности. Локдаун, как предполагалось, вводился до снижения скорости распространения вируса в 5000 новых случаев в сутки. Спустя две недели общего карантина показатель сохраняется на уровне около 35 тысяч новых случаев в сутки. Ясно, что 1 декабря, как планировали, страна из локдауна не выйдет. Но и власти готовы пересмотреть цель. Теперь они говорят о том, что ограничения будут действовать до момента, когда эпидемию можно будет взять под контроль, без конкретных цифр и дат. В последние дни, по нашим расчетам, каждые 30 секунд больной ковидом пациент попадает в больницу. Каждые 3 минуты – в реанимацию. 40% тех, кто попадает в интенсивную терапию, они моложе 65 лет. Это значительные показатели. И мы уже перешагнули пик госпитализации, который наблюдали в апреле. Для второй волны Франция выбрала стратегию не строгого, но длительного локдауна. Перемещения без весомой причины и специального разрешения наказываются штрафом. Их за две недели выписали почти 90 тысячам французов. Послабление будет на рождественские праздники, но не для всех. До конца года в школах сохранится очно-заочный режим обучения старшеклассников. И маски для всех. Учеников и учителей начнут тестировать на коронавирус прямо в учебных заведениях. Рестораны, бары и спортзалы даже при улучшении ситуации после 1 декабря не откроются. Все, кто может работать из дома, должны продолжать это делать. Главное внимание властей теперь нацелено на коммерцию. Традиционно ноябрь и декабрь обеспечивали половину годового оборота для многих магазинов. А сейчас в условиях локдауна работать непродуктовая торговля может только на доставку. После 1 декабря санитарные протоколы пересмотрят и магазины смогут открыться для покупателей. Рождество в 2020 году не будет обычным, предупреждают власти. Разрешат ли ярмарки и массовые гуляния будет зависеть от уровня заболеваемости. И для того, чтобы праздник все-таки пришел и следующие за ним каникулы состоялись, французам придется в ближайшие недели строго соблюдать правила общей изоляции. Альяса Здыкова, Руслан Умиржан, Хабар 24, Париж, Франция.